Всем железный привет, с вами техническая среда, я ведущий Геннадий Емелькин. С годами легкосплавные диски на автомобиле повреждаются. Это может быть несколько причин. Первое это механическое повреждение диска в результате неаккуратной езды, а также отслаивание краски при взаимодействии с реагентами. Что делать? Можно конечно диск перекрасить целиком, но если там повреждений немного и не по всей поверхности диска, то проще произвести местный подкрас и как бы не затратив для этого много средств и времени. Для этого что нам потребуется? Ну во-первых нам нужна наждачная бумага для удаления старой краски, обезжириватель, любой какой вам только понравится, в них нет какой-либо принципиальной разницы, скотч для того чтобы ограничить место окраски и краска. Краска она есть для этих целей специальная, то есть для окраски дисков. В ней есть все необходимые компоненты для покраски диска без предварительного грунтования. Итак, приступим. Для примера мы взяли алюминиевый диск вот с таким повреждением. Краска вспучена, у нас нет задачи перекрасить его весь. Мы займемся местной подкраской, как раз удалим вот небольшое вот это повреждение. Сначала мы зашкурим наждачной бумагой, потом обезжирим и покрасим. Так что начинаем. Берем наждачную бумагу и удаляем спучную краску. Если есть у кого-то маленькая шлифовальная машинка, то процесс пойдет быстрее. То есть вручную, естественно, все это дольше происходит. Удаляем старую краску до такого состояния, пока вот не будет полностью все такое белесое. Вот эти черные все точечки там их надо удалить. Вот мы видим слой перехода с алюминия на грунт. После того, как мы удалили остатки старой краски, зачистили, выровняли поверхность, мы обезжириваем ее любым обезжиривателем. Вытираем. Так как нам надо покрасить маленький фрагмент диска, мы ограничим поверхность окраски, наклеив скотч бумажный. Лучше, конечно, клеить его как раз вдоль ребер, так чтобы не был так заметен переход несовпадения краски с оригиналом. По-любому, конечно, тяжело попасть в цвет, а вот на вот этих вот ребрышках вот это отличие цвета будет хорошо, как говорится, у нас маскироваться. наклеиваем с таким небольшим запасом все так, чтобы не было так заметно. Здесь вот мы участок не зашкуривали, поэтому мы прикрываем его бумажным скотчем. Для покраски удобнее, конечно, использовать готовые эмали, уже в составе которых есть все необходимые компоненты без предварительного нанесения грунта. Вот мы такой и пользуемся. То есть мы очистили и теперь мы красим. Наносим два, а лучше три слоя с промежуточной сушкой где-то в районе 10-15 минут. После этого, по желанию, конечно, можно нанести и лаковое покрытие, защитное. То есть это придаст краске дополнительный такой глянец. Итак, мы нанесли три слоя. Получилось такое равномерное серебристое покрытие. Мы подождали какое-то время и, естественно, мы сейчас снимаем бумагу и проверяем результат нашей работы. Попасть, конечно, со стопроцентной вероятностью здесь крайне затрудительно, так как надо подбирать краску. У нас получилось небольшое такое отличие. Ну, со временем, конечно, автомобиль проедет на этих колесах буквально метров 150-200 и все это пыль покроется, вообще будет незаметно. Хорошо видно, что у нас как раз по ребру практически незаметен даже отличие краски по цвету, поэтому вполне получилось аккуратное и красивое покрытие. Так что на этом все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписаться на наш канал Журналы за рулем. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok